МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вели работу ученые из института археологии РАН. Строения входили в состав 40-километровой оборонительной линии, которая защищала Керченский полуостров. В те времена он принадлежал Босфорскому царству. Скифы, которые контролировали остальной Крым, пытались взять крепость силой. Ученые обнаружили у деревни Горностаевки уникальное для Крыма той эпохи сооружение. Проем в Валу. В нем когда-то были ворота, сами они не сохранились. И прямо за проемом Сторожевая башня, это небольшая крепость, гарнизон. Именно она блокировала проезд скифских конниц на Керченский полуостров. К западу от башни оборонительный ров. И вот вся эта конструкция выделяется среди полевых фортификационных сооружений Босфора. Она самая масштабная из всех известных в Северном Причерноморье. В деревности толщина вала у основания была 20 метров, высота до 8 метров. А ров перед ними глубиной в 5 метров. То есть объем земляных работ был колоссальным. Ну и также у башни найдено захоронение, в том числе женская могила античного времени. И много-много-много артефактов. И сейчас с нами на связи заместитель директора Института археологии Российской академии наук Ася Энгаватова. Здравствуйте, Ася Викторовна. Вот это была случайная находка, но ученые же наверняка знали, все-таки Кемерийский вал, Крым. Как вышли археологи на это? Ну, прежде всего, хочется сказать, что очень приятно, что к истории археологии обращаются сейчас телеканалы. Поскольку по-настоящему в течение полевого сезона археологи делают десятки интереснейших находок. И это все относится к истории, в данной ситуации к античной истории. Дело в том, что согласно действующему законодательству, перед любыми строительными работами должны проводиться археологически упреждающие, так называемые, спасательные работы. И вот именно в результате этих спасательных работ и был обнаружен этот участок. Дело в том, что сама трасса вала, которую историки, археологи называют Узунглравским валом, и часто туристы говорят о турецком вале. То есть у него много названий, но по-настоящему это, как вы правильно сказали, уникальное сооружение оборонительное, которое было где-то создано в районе третьего века до нашей эры. И понятно, что должны были быть найдены какие-то башни, потому что сама стена не может быть сплошной, значит, есть обязательно проходы, и они будут обязательно усилены какими-то специальными сооружениями. Археологи, к сожалению, находят, как правило, лишь фрагменты, лишь нижние части, сохранившиеся в земле. Но по ним можно очень неплохо реконструировать все сооружение. Но в данном случае было найдено, так сказать, очень хорошее, хорошее, качественно сохранившееся на большой высоте сооружение из камня, остатки переправы, остатки моста, значит, которые, конечно, как бы с двух сторон охраняли сторожевые башни. А вот с точки зрения научных открытий, какой масштаб у этих находок, вот насколько они могут дополнить или, может быть, вовсе переписать историю того периода? Ну, скажем так, оно существенно уточняет наше представление и о характере этих оборонительных сооружений. И это одна из лучших находок античных в этом сезоне. Наряду с уникальными работами в Фоногории, это одна из самых интереснейших находок. И очень хорошо, что, надо обязательно подчеркнуть, что благодаря сотрудничеству и органов охраны местных, и газовиков, и археологов, эти сооружения, так сказать, они будут законсервированы. То есть труба пройдет рядом с ними, и они не будут разрушены. То есть, получается, через какое-то время мы можем все приехать как туристы на это, посмотреть, как сейчас приезжаем в Севастополь, в Херсонес. И сколько времени по практике уходит на этот период консервации и открытой доступности уже для посещения? Ну, открытость, доступность для посещения, это, конечно, идеал, но это обычно связано с созданием музея или музея-заповедника, или какого-то места показа. И в чистом поле это организовать довольно сложно. Но метод консервации, который сохраняет эти вещи для потомков, это наиболее распространенная система охраны. И то, что, так сказать, этот объект А обнаружен, исследован и законсервирован, это, конечно, очень правильно с точки зрения науки и методики охраны памятника. Но будем надеяться, что все-таки пройдет немного времени, и действительно можно будет приехать, с вами глазами на все это посмотреть. Вот я сама, как человек, который принимал участие во многих хороскопах, в этих исследованиях, зная, что там под землей лежит гораздо больше, чем удалось извлечь на поверхности. Ведутся ли сейчас еще какие-то раскопки в Крыму? К чему нам стоит подготовиться? Ну, так сказать, крымские специалисты Института археологии и специалисты университетов, музеев, Эрмитажа, Института археологии, они ведут работы в Крыму. И, конечно, Крым богат археологическими исследованиями и богат археологическими находками. Поэтому я думаю, что большое количество открытий нас ждет в будущем. Ну да, Крым это копать, не перекопать. И вот такой вопрос, я даже не знаю, наверное, скорее он уже лежит или затрагивает плоскость политическую. Как воссоединение Крыма с Россией повлияло на научное изыскание в археологии? Стали они более интенсивные, эти исследования более глубокими? Ну, я не в прямом смысле, как археологические раскопки. То есть есть ли какая-то динамика? Ну, во-первых, несомненно, работ стало значительно больше. Очень положительно сказывается система законодательства, которая существует в России, поскольку она значительно более жесткая и более продуманная, так сказать, по сравнению с той, которая существовала на территории Крыма. И мы надеемся, так сказать, что как раз вот эта возможность и консервации объектов, и во всех случаях очень четкого отслеживания всех хозяйственной деятельностей, для того, чтобы работы велись только в сопровождении археологов, и, так сказать, все находки передавались в государственную часть музейного фонда. Все это, так сказать, это положительно повлияет на сохранение культурного наследия Крыма. И нашего вообще, и России, получается так. Ася Викторовна, спасибо, спасибо. На прямую связь со студией по скайпу была Ася Энковатова, заместитель директора Института археологии РАН. Мы обсудили вот эту древнюю крепость, которую ученые нашли, или строители нашли, и Кемерийского вала в Крыму. Это очень известное сооружение. Несколько таких валов в Крыму. Сезон еще не закончен туристически. Если, Ася Викторовна, я уверена, присоединится, если вы еще не определились со своим отпуском, езжайте в Крым. Вы увидите много интересного. Действительно, Крым – это просто, это кладезнь, это вот неописуемое богатство для историков, и для нас, для людей, которые должны знать все это, безусловно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...